если вы казах почему не мусульманин а что почему это я должен задавать почему если вы казахи почему вы мусульмане почему вы не тенгри почему вы не на пути тенгри это может быть мне задать вопрос вот почему вы жарите 7 лепешек почему вы там ходите почитайте своих предков верите в то что ваши предки где-то там обитают и узоры ой-йорник по всему вашему там дому на одежде которая имеет большое значение как талисманы и космологическое значение почему вы мусульманин почему вы слушаете музыку почему вы мусульманин то есть это казах равно мусульманин как бы это странно должно быть казах равно духовный казах равно высоконравственный казах равно высококультурный вот это должно быть то есть это аксиома любой казах любой тюрк он обязан быть духовным он обязан быть На пути чести он обязан быть высоконравственным, высококультурным, духовным человеком. Обязан. Неважно, во что он там верит, хоть он пастафарианец. Вы знаете такую религию пастафарианства? Это шуточная религия. Ее создал человек в Австралии. Он видел много людей, которые автографировались в паспорт в паранжее, в главных уборах. И он такой удивленный, почему у них религия. Он такой, и он пошел, создал, зарегистрировал свою религию, назвал ее пастафарианством. И там есть бог, летающая паста. Прикол. И там у него в этой религии, он обязан носить дуршлаг на голове. Чтобы сфотографироваться дуршлагом на голове, он зарегистрировал свою религию пастафарианства. Но суть не в этом. Казах должно быть равно культурным. Казах должно быть духовный. Казах должно быть воин. Духовный воин. Что вот так вот. Транбар, заман, скидиди для беда. Резисан, скидиди для беда. Игербесин, игербесин. Игербесин, игербесин. Продолжение следует...